Итак, всем привет! Вы попали на обзор очередного обновления моего мода в Minecraft Pocket Edition. Само собой, здесь будет 3D-оружие прямо как вы любите. И перед началом видеоролика хочу посоветовать вам подписаться на мой омлет-аркейд, ведь там вы сможете поиграть со мной в Майнкрафт, а также я там сливаю бета-версии мода до того, как на них выходит обзор. Так что, ребята, обязательно подпишитесь, а мы начинаем наш видеоролик. Вести обзор мы будем, начиная от самого скучного к самому интересному. За самое скучное, наверное, сойдет вот такой катар. Это такой маленький ножик, который будет служить альтернативой железному мечу. Ребят, у него столько же опрошности, сколько у железного меча, однако урона он наносит меньше, так как для него используется всего один железный слиток. И если бы он наносил больше урона, это было бы читерно. Сейчас я подойду к верстаку. Не забывайте, кстати, считать, сколько раз за видео я буду искать верстак. И крафтится он у нас следующим образом. Для начала нам нужны палки. Их надо 5 штук, и раскладываем мы их вот таким вот образом. Да, для начала нам нужно вот так и вот так, чтобы получилась этакая буква П на верстаке, только вот маленькая. И сверху мы кладем один железный слиток, и в итоге мы получаем тот самый катар. К слову, вы, наверное, заметили второй предмет у меня в инвентаре. Это, если что, его модификация. Это, если что, метровый катар. Он, ребят, просто, как видите, длиннее, да? У него модель упирается в текстуры блоков, так что я все-таки встану над этим, над возвышением. Вот так вот он выглядит, как тот же самый ножик, но длиннее, короче, ребят. И он делается у нас из обычного катара и, как вы поняли, железных слитков, так как ничего другого у меня в инвентаре нету. Давайте мы для начала положим катар вниз, вот этот так. И еще нам нужно сверху положить два железных слитка. И в итоге мы получаем этот самый удлиненный катар. Ребят, к слову, это просто модификация, так скажем, просто улучшенная версия. Больше прочности, больше урона, короче, ребят, просто улучшили оружие, вот и все. Я думаю, что стоит перейти к чему-нибудь следующему. Помните, как я вам до этого говорил, что парные серпы являются единственным парным оружием в моем моде? Это высказывание уже не актуально, ведь я добавила в мод парные мечи. Вот так они выглядят в сложенном состоянии. Как они делаются и как их достать, я вам сейчас покажу. Это второй раз, когда я ищу верстак за это видео. Для начала нам понадобится два железных меча, обычных, которые до этого уже есть в Майнкрафте. Их надо поставить вот таким образом, то есть один слева от центра и еще один справа. Между ними надо поставить нитку. И для этого нам понадобится еще четыре любых доски. Сейчас я вам покажу, как это делается. То есть вот, сейчас разложу, и их надо распихать по углам. Вот, и в итоге мы получаем парные мечи закрытые. Они, к слову, у нас не ломаются, как и другие мечи в ножнах, потому что иначе не получится сделать такую механику с ножнами. И, ребят, чтобы их достать, как и все вот эти вот другие мечи, кто смотрел предыдущие обзоры, тот поймет, нужно просто положить их в крафтованную таре. И в итоге мы получаем эти мечи уже открытые. Вот так вот они выглядят у нас в разложенном состоянии. Ребят, я думаю, что перейти к следующему оружию уже стоит, поскольку про эти мечи можно сказать то же самое, что и про все остальные. А вот про них я уже рассказывал в предыдущих обзорах. Так что перейдем к следующему нашему оружию. Ребят, радуйтесь. Хоть для чего-то в Майнкрафте стал полезным кварц. Я больше чем уверен, что вы встречали много кварца в аду и не знали, как его использовать, кроме как для наблюдателей. Но это для рестонеров, а я таковым не являюсь. Так что, ребят, покажу, как делается следующий наш меч, ведь он делается из, собственно говоря, кварца. Это, к слову, тот же самый клинок в ножнах. Я бы хотел показать вам его без ножна. То есть вот так вот мы его опять же открываем и получаем тот самый белый клинок, уже открытый. Вот так вот он выглядит у нас в руках. К слову, да, ножны тоже остаются в другой руке. Только вот они уже не висят на поясе, а мотаются вместе с рукой нашего персонажа. Сейчас я покажу, как он делается. Для начала нам нужно найти верстак. К слову, это еще один раз, когда я ищу верстак. Дальше считайте уже сами. Для этого нам понадобится еще один железный меч. Опять же, такой, какой был уже в Майнкрафте. Мы его ставим посередине. И по бокам нужно поставить два золотых слитка. Вот таких вот. Да, вот. И по бокам нужно поставить само собой кварц. Вот таким образом. То есть шесть штук нам его нужно. И в итоге мы получаем тот самый белый клинок в ножнах. Этот меч я, к слову, добавил первым в обновлении, просто потому что мне пришла такая идея. Сделать хоть что-то, что делается из кварца. Модель этого, к слову, я делал достаточно недолго, поскольку, как видите, он имеет самую простую 3D-модель среди всех остальных. Ребят, следующее оружие будет намного проработаннее и лучше, чем вот это вот. Просто мне нужно было показать вам Майнкрафт, чтобы вы понимали хотя бы, как оно делается. А протестите его вы уже сами в своем выживании. Так что переходим к следующему нашему оружию. Если вы смотрели первый обзор на мой мод, то помните того гениального мыслителя, которого я упоминал, который иногда подкидывает мне идеи для мода. Короче, следующий меч был добавлен по его предложению. Это китайский меч Дао. Он имеет у нас 3000 единицы прочности. И для него вам, опять же, понадобится 50 часов сидеть в шахте. Потому что он, опять же, делается из железных блоков. Но для моего мода это не редкость. У меня очень много достаточно дорогого оружия в моде. Поэтому, ребят, я вам покажу его крафт. И вы уже, опять же, сами его протестите. Вот, как видите, верстак. Я уже на него навожу. И, ребят, к слову, это еще один раз, когда я искал верстак за это видео. Давайте же мы возьмем наши палки. Да, для начала нам понадобится поставить палку и 3 железных блока. Всего лишь 3 железных блока. Насколько вы помните, у меня в моде есть оружие намного дороже. В итоге мы получаем этот самый Дао. Он, к слову, является таким улучшенным железным мечом. Всем советую его скрафтить. Очень даже полезное оружие будет на вашем выживании. Ну а мы переходим к следующему оружию, потому что я не хочу с этим затягивать. Кстати, ребят, следующее оружие будет тоже добавлено по его предложению. Итак, дубль 50-ти миллиардный. Следующее оружие у нас будет являться прямым улучшением железного меча. Добавлен он был по совету того самого гениального мыслителя, которого я упоминал чуть ранее. К слову, да, он делается из обычного железного меча, палок и железа, как вы уже поняли. Ребят, он имеет такую же простость, как у железного меча. И модель для него я переделывал аж 2 раза. Потому что в первый раз возникли баги с анимацией. Итак, как же он делается? Подходим к нашему верстаку. Ребят, я его даже не искал, потому что я сразу же на него наткнулся. Кладем в центр железный меч и обкладываем его палками. Правда, сверху надо будет положить железный слиток. Вот таким образом. И железный слиток, как вы уже поняли, кладется сверху посередине. И в итоге мы получаем клеймор. Очень хорошее улучшение железного меча. Всем советую скрафтить. А мы переходим к следующему нашему оружию, которое будет уже, наверное, намного интереснее, чем вот это. Итак, я уже не знаю, с какого раза я записываю про это оружие. Однако оно является уже третьей разновидностью лучевого меча. До этого был обычный и четверной. Делается он следующим образом. Он делается у нас из почти тех же материалов, что и обычный. Для этого нам нужно найти верстак и разложить все следующим образом. Два алмаза, вот так, справа и слева от центра, вот таким образом. Также нужно разложить глоустон, только уже немного выше, вот здесь вот, да. И, ну, как вы уже поняли, это почти тот же краш, что лучевого меча, только в два раза больше материалов. И нам нужно стекло, как и для обычного лучевого меча, вот таким образом. Дальше нужно сверху положить две кожи, вот таким образом, то есть посередине. И с самого низу, в центре, нужно поставить вот этот самый железный слиток. И мы получим перчатку с лучевым клинком. Как и другие лучевые мечи, оно имеет бесконечную прочность. Оно немного посильнее обычного, но все же слабее четверного. Ведь в его крафте используется маяк. Это, наверное, самый сильный пока что лучевой меч, который есть только в моем моде. Следующее оружие у нас будет еще сильнее, ребят, но вы пока что не переключайтесь. Я имею в виду сильнее перчатки, а не вот этого меча. А следующее оружие будет у нас одно из самых дорогих, самых долговечных, а также самое красивое, которое когда-либо было у меня в моде. Это кристальная булава. И сразу говорю, что многие, наверное, заметили и в инвентаре, и вот здесь вот, где у меня висят все оружия, то, что снизу висит какая-то еще зачарованная. На самом деле никакая она не зачаренная, и это нужно было просто, чтобы она отличалась в инвентаре чем-то. И это у нас, ребята, парные кристальные булавы, то есть парная разновидность вот этой же булавы. То есть еще дороже оружия. По цене крафта оно может соревноваться только с вот этим четверным лучевым мечом, который, опять же, делается у нас из маяка. Вы уже, наверное, видите материалы, из которых оно делается. То есть это у нас, ребята, блоки железа и алмазов. Как же оно все-таки крафтится? Не буду долго томить, и все-таки вам покажу. А, ребят, вот палка, и сверху два железных блока. Вот таким образом, да? И по бокам нужно поставить четыре блока алмаза. То есть только не таким образом, да? Вот таким. И вот эти вот 32 блока мы переносим сюда. Вот, и в итоге получаем кристальную булаву. Это, ребята, одно из самых сильных оружий, как я уже вам говорил. И что о нем говорить? Да только то, что на модель этого оружия я убил целый, черт возьми, день. И надеюсь, что вы обязательно зацените и скрафтите это оружие выживания. Правда, где вы возьмете столько алмазов, я даже не предполагаю. Ну, ребят, это было последнее оружие в моем моде. Самое крутое, самое интересное и самое дорогое. Итак, ребят. Итак, нужно показать, как же делаются парные кристальные булавы. Вот у меня есть две обычные кристальные булавы. И мне хочется взять их в две руки. Итак, мы открываем наш верстак. Да, просто я, ребят, забыла вам показать этот крафт на видео, поэтому я заснимаю его уже потом. По бокам мы кладем две булавы. И в итоге получаем уже парную разновидность. И как бы все, это все, что я вам хотел показать, потому что этот крафт я просто забыл добавить в видос. А на этом, друзья, наш видос заканчивается. Надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Если да, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Качайте мод по ссылке в описании. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и всем пока. АМОГОС